Утром 20 марта детское любопытство обернулось настоящей трагедией. Лёд не выдержал 10-летнего мальчика. Специалисты приложили все усилия, чтобы вернуть ребёнка к жизни. Но, к несчастью, чудо не произошло. Это случилось в районе Луковой горы. Компания несовершеннолетних гуляла вблизи водоёма. В какой-то момент один из ребят вышел на лёд и буквально тут же провалился. Находясь в шоке от происходящего, дети скрылись с места ЧП. Очевидцами трагедии стала мимо проходящая пара. Молодые люди побежали в сторону береговой охраны. Заметив сигнал бедствия, постовые тут же высылали спасательную группу. Увидели, отреагировали, достали мальчика, начали уже качать его ещё в лодке, то есть ещё на речке. Здесь продолжали, потом приехала скорая, ещё его качала час. В общем, где-то часа полтора его откачивали, но так ничего не получилось, к сожалению. Ребёнок маленький, организм у него слабенький, и он переохладился в первую очередь, скорее всего, поэтому и не получилось. Спасатели неустанно повторяют. Выходить на замёрзшую поверхность реки, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. Это опасно для жизни. Жертвами льда, как правило, становятся рыбаки и дети. Одни идут на осознанный риск ради хобби. Вторых же привлекает любопытство. В преддверии весенних долгожданных каникул хочется напомнить всем родителям, ни в коем случае не отпускайте ребёнка гулять возле водоёма. Напомнить своим детям о безопасности дома. Наверняка многие из них действительно остаются дома после школьного времени, поэтому они должны знать, какие опасности их постерегают. А для детей опасны и открытые окна, игры на подоконнике, острые предметы, обогреватели и включённые электроприборы, конечно же, печи. Происшествия кажутся далёкими, если только не рассматривать проблему в масштабах страны. С начала года на водоёмах в Беларуси погиб 21 человек. Из них пятеро – несовершеннолетние. Что касается трагедии в Бобруйске, обстоятельства происходящего устанавливает Следственный комитет. Однако, очевидно одно – ребёнка родителям уже не вернуть. Виктория Полевко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.